Всем привет. Фучжоу, городской округ в провинции Фуцзянь КНР, место пребывания властей провинции. На территории городского округа Фучжоу впадает в восточно-китайское море река Миньцзян. После того как была создана первая централизованная империя в китайской истории, власти империи Цинь разделили страну на округа Цзюнь, и эти земли были в 222 году отнесены к Минчжунскому округу. После смены империи Цинь на империю Хань, проживающие в этих местах юэские племена стали ханьскими вассалами, и Любан даровал в 202 году их правители Учжу Титулго Ван и Миньилы. Учжу разместил свою столицу Ечен в районе, находящейся на территории современного Фучжоу горы Ешени, поэтому 202 год считается годом основания Фучжоу. В 110 году Миньилы было присоединено к Хань, и Юэсцеи были переселены на север, а Ечен пришел в упадок. В 85 году здесь был создан уезд Есянь. После окончания эпохи Троецарствия и объединения китайских земель в империю Цезинь эти места вошли в состав Цезиньянского округа. В эту эпоху здесь были построены каналы, определившие облик Фучжоу в последующие исторические периоды. После того как север страны был захвачен кочевыми народами, на юг хлынули огромные массы беженцев, часть которых расселилась и в этих местах. После наступления эпохи южных и северных династий во время пертурбаций, в результате которых на троне южных империй менялись правящие династии, люди в поисках спокойной жизни также бежали в эти места. Когда этот регион был захвачен государством Чень, то в 557 году была создана Минчжоуская область, власти которой разместились в этих местах. После завершения объединения китайских земель и переименование государства Чень в империю Суи Минчжоуская область была в 589 году переименована в Цеюаньчжоускую область. В 607 году Цеюаньчжоуская область была переименована в Цезиньянский округ. После смены империи Суи на империю Тан Цезиньянский округ стал в 618 году Цезиньчжоуской областью. В 623 году область опять была переименована в Цеюаньчжоускую, в 625 году стала Фуньчжоуской областью, в 627 году снова Цеюаньчжоуской областью. В 711 году область была переименована в Минчжоускую, а с 725 года стала Фуньчжоуской областью. В эпоху пяти династий и десяти царств местные правители провозгласили в начале X века образование независимого государства Минь, а эти места стали с 933 года его столицей. Фуньчжоуская область была при этом переименована в Чанлескую управу. В 945 году Минь было поглощено Южный Тан, а в 947 году эти места были захвачены государством Уэ. После того, как в 978 году эти места вошли в состав империи Сун, в 985 году был образован Фуцзянский регион, власти которого разместились именно здесь. После того, как в 1276 году монголы захватили Сунскую столицу Линьянь, находившийся здесь Чжоуаши был провозглашен новым императором и сделал эти места временной столицей страны. Вскоре, однако, монголы пришли и сюда, и императорскому двору пришлось бежать дальше на юг. В составе Монгольской империи Юань был создан Фуцзжоуский регион, подчиненный Фуцзянскому Синчжунушину. По окончании завоевания Фуцзянских земель аппарат Фуцзянского Синчжунушина был включен в аппарат Цзянджикова Синчжунушина. После свержения власти монголов и основания империи Минрегионы были переименованы в управы, так в 1368 году появилась Фуцзжоуская управа, властям которой подчинялось 10 уездов. В 1369 году был воссоздан Фуцзянский Синчжунушин, а в 1376 году аппарат Синчжунушину был переименован в Бучженше и Фуцзянский Бучженше разместился именно в месте пребывания властей Фуцзжоуской управы, так эти места стали столицей провинции Фуцзянь. После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, в ходе которой управы были упразднены, и поэтому в 1912 году Фуцзжоуская управа была расформирована. В 1913 году находившиеся здесь уезды Миньсянь и Хаугуань были объединены в один уезд, в качестве названия которого были взяты первые иероглифы из названий прежних уездов, так появился уезд Миньхо. В 1944 году уезд Миньхоу был переименован в Линьсэнь. В 1946 году урбанизированная часть уезда Линьсэнь была выделена в отдельный город Фуцзжоу. На завершающем этапе гражданской войны войска коммунистов заняли Фуцзжоу 17 августа 1949 года, однако острова Мацезу так и остались под гомендановским контролем, образуя до настоящего времени уезд Ляньцезян Китайской Республики. Расположение города сделало его центром противостояния с отступившими на Тайвань гомендановскими войсками, и в 1950-х он часто подвергался тайваньским бомбардировкам. В административном плане Фуцзжоу стал городом провинциального подчинения. В декабре 1949 года было проведено разграничение между собственно городом и окрестными уездами, восемь уездов были административно объединены в специальный район Линьсэнь. В 1950 году уезду Линьсэнь было возвращено историческое название Минхоу, и специальный район Линьсэнь был переименован в специальный район Минхоу. В 1956 году специальный район Минхоу был упразднен. Уезд Минхоу перешел в состав города Фучжоу, а остальные уезды были разделены между специальным районом Фуань, специальным районом Цзиньцзян и специальным районом Наньпин. В 1959 году специальный район Минхоу был воссоздан. Уезд Лайуань остался в составе специального района Фуань, а в 1960 году перешел под юрисдикцию властей Фучжоу. В 1962 году уезд Ляньцэзян был передан из состава специального района под юрисдикцию властей Фучжоу. В 1963 году в состав специального района Минхоу перешли уезды Гутянь и Пинань из состава специального района Наньпин, и уезды Лайуань и Ляньцэзян из под юрисдикции Фучжоу. В июне 1970 года уезды Путин и Сянью перешли из состава специального района Цзинцзян в состав специального района Минхоу, и власти специального района Минхоу переехали из уезда Минхоу в уезд Путин. Уезды Гутянь, Пеннань, Лаюань и Лянь Цзян были при этом переданы в состав специального района Фуань. В 1971 мая года специальный район Минхоу был переименован в округ Путин, а специальный район Фуань – в округ Нинде. В 1973 году уезд Миньхоу был передан из состава округа Путинь под юрисдикцию властей Фучжоу. Постановлением Госсовета КНР от 18 апреля 1983 года был расформирован округ Путинь. Уезды Путинь и Сянью были переданы в состав округа Цзиньцзян, а уезды Миньцэйн, Юнтай, Ченлея, Фуцэйн и Пентань перешли под юрисдикцию Фучжоу. Этим же постановлением под юрисдикцию Фучжоу были переданы уезды Лаюань и Лянь Цзян из состава округа Нинде. Постановлением Госсовета КНР от 26 декабря 1990 года уезд Фуцэйн был преобразован в городской уезд. Постановлением Госсовета КНР от 18 февраля 1994 года уезд Ченле был преобразован в городской уезд. В августе 2017 года городской уезд Ченле был преобразован в район городского подчинения. Климат характеризуется как влажный субтропический, зависит от мусонов. Лето длинное, жаркое и влажное. Зима короткая, мягкая и засушливая. Среднемесячные дневные температуры меняются от 10,9 с января до 28,9 с июля. Годовой уровень осадков составляет около 1400 мм, большая их часть выпадает в период с марта по июнь с августа по сентябрь. Международный аэропорт Фучжоу находится в 50 километрах от города. Выполняются рейсы в такие города как Пекин, Ченду, Гонконг, Шанхай, Тайуань, Сиань, Урумчи, Хайкол, Токио, Осака, Тайбэй, Сингапур, Сэндао и другие. Порт Фучжоу входит в топ-50 крупнейших контейнерных портов мира. Имеется скоростная железная дорога Фучжоу, Симынь. В мае 2016 в городе пущена линия метрополитена. В 2020 году был построен автомобильно-рельсовый мост через пролив Пентань, который на момент постройки являлся самым длинным в мире автомобильно-железнодорожным мостом через пролив. Общая длина моста составила 16,34 километра. Нижний ярус моста спроектирован как двухпутная железная дорога первого класса для движения поездов со скоростью 200 километров в час, а верхний ярус спроектирован как шестиполосная магистраль для движения автомобилей со скоростью 100 километров в час. Фучжоу – крупный центр химической, лесной, целлюлозно-бумажной, пищевой, полиграфической, текстильной промышленности, а также машиностроения. В 1984 году Фучжоу был определен как открытый город в рамках политики открытых дверей, что привлекало сюда огромные иностранные инвестиции. Важнейшие статьи экспорта города – древесина, бумага и продукты питания. Поле фруктовых кактусов Гелоциериус Коста-Риканский. Коста-Риканская питая. В уезде Лянь-Цезян. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok